Во-первых, я не верю в страну под названием Израиль. Это первое. Но разве террористы не напали первыми? Нет, шаг за шагом. Что ты думаешь о так называемом Израиле, который убивает наших детей и женщин в секторе Газа? Ты можешь осудить это? Только Иисус знает, только Бог знает, что там произошло. Почему ты тогда осуждаешь Хамас? Знаешь, со всем уважением, французы должны быть последними, кто говорит о террористах. Да. Да. 132 года назад вы убили мой народ, изнасиловали наших женщин, разрушили мою страну. Поэтому Нитаньяхов в своей речи цитировал слова из Исаия, такие же, как в книге царств, чтобы оправдать убийство детей и женщин, понимаешь? Я верю, что однажды Иисус коснется твоего сердца. Скажи еще раз. Я верю, что Иисус Христос изменит твое сердце. Иисус не может изменить мое сердце. Он изменит тебя. Иисус не может изменить меня. Нет, Он не может. Я верю, что только Аллах... Я знаю, во что ты веришь. Смотри, смотри. Иисус, Иисус, я смотрел твое видео. Смотри, в Библии Иисус ничего не мог делать сам. Так как же Он может изменить мое сердце? Он победил смерть. Нет, нет, Он не сделал этого. Он не побеждал смерть, потому что в Библии ты не можешь просто сказать что-то и уходить. Прояви уважение. В Библии, согласно Библии, тот, кто вернул Иисуса к жизни, не сам Иисус. Это был Отец. Да, Он воскресил Иисуса. Так что, согласно этому, если говорите ради разговора, Он никогда не побеждал смерть. Когда вы молитесь пять раз в день, откуда вы берете силу, которая мешает вам жить во грехе? Да, у нас есть силы, аль-хамду лиллах. Да, у нас есть. Поэтому большинство людей, которые делают пожертвования, это мусульмане. И было проведено исследование, я думаю, это было в Великобритании и в США, о людях, совершающих самоубийство. И самое меньшее количество это среди мусульман. Потому что самоубийство запрещено в исламе. И самое большее, кто употребляет алкоголь, это христиане. И когда вы пьете алкоголь, что он с тобой делает? Происходит больше преступлений, понимаешь? Таким образом, Святой Дух не останавливает их от совершения преступлений. Но что насчет того, что происходит в Израиле? Во-первых, я не верю в страну под названием Израиль. Это первое. Но разве террористы не напали первыми? Нет, шаг за шагом. Что ты думаешь о так называемом Израиле, который убивает наших детей и женщин в секторе Газа? Ты можешь осудить это? Они не должны этого делать, это неправильно. Нет, осуди это, скажи, что то, что делают сианисты, это зло. А как насчет тех, которые в Хамасе, которые атаковали? Брат, сначала ты должен осудить то, что делают сианисты в Газе. Почему ты не хочешь осудить это? Потому что ты кажешься хорошим парнем. Ты бы осудил это? Только Иисус знает, только Бог знает, что там произошло. Почему ты тогда осуждаешь Хамас? Если только Иисус судит. Я никого не осуждаю. Видите, когда дело доходит до сианистов, он не хочет никого осуждать. Но Хамас сразу осудил. Откуда ты? Я француз. Ты из Франции. Ты должен быть, знаешь, со всем уважением. Французы должны быть последними, кто говорит о террористах. «Да, 132 года назад вы убили мой народ, изнасиловали наших женщин, разрушили мою страну». Значит, Святой Дух не помог французам, верно? Западный мир. Они были христианами. И Святой Дух не помешал им совершать преступления против африканцев, против коренных народов Америки и Австралии. Поэтому христианство не является решением для человечества. Иисус – это решение. То есть, по-твоему, Иисус не христианин? Иса – это решение. Да направит тебя Аллах. Я прошу Аллаха направить тебя. Но будь мужчиной и осуди. Будь мужчиной и осуди то, что делают сианисты, убивая невинных детей и женщин в секторе Газа. Осуди это. Почему я должен осуждать? Я здесь не для того, чтобы кого-то осуждать. Хорошо, тогда не осуждай Хамас. Иисус никогда не осуждал людей. Нет проблем. Иисус умер за наши грехи. Хорошо. Ты можешь осудить Хамас за убийство детей? Почему я должен осуждать? То есть, ты не должен их осуждать. Не мне судить, только Бог судит. Почему ты тогда Хамас назвал террористами? Я имел в виду, что ты думаешь об этих людях? Нет, подожди. Эти люди не имеют никакого отношения к исламу. Почему ты их осуждаешь? Сейчас ты осуждаешь их. Я никого не осуждаю. Так чем ты занимаешься? Ты это и делаешь. Ты сказал, что они не имеют отношения к исламу. Это осуждение. Ну, я рассказываю, что происходит там. Я показываю тебе реальность. Сионисты, которые убивают людей в секторе Газа, они следуют Библии или нет? Я не знаю. Они следуют Библии. В Библии сказано убивать женщин, детей и младенцев. Нет, там нет такого. Достань, пожалуйста, Библию, я покажу тебе. У меня нет с собой Библии. Хорошо. Я скажу тебе по памяти. В первой книге царств, 15.3, Бог попросил Самунила пойти к Саулу и сказать ему, чтобы он пошел убивать амаликитян. И убить всех младенцев, детей и женщин. Кто такие амаликитяне? Это арабы. Поэтому Нитаньяху в своей речи цизировал слова из Исаия, такие же, как в книге царств, чтобы оправдать убийство детей и женщин. Понимаешь? Так это нормально убивать младенцев, детей и женщин? Это ненормально. Когда Бог сказал в Библии убивать младенцев и детей, он был прав или нет? Я не говорю, что это есть в Библии. Я покажу тебе. Ты не знал этого? Я покажу тебе, иншалла. Я покажу тебе. Может кто-нибудь подержать мою книгу? Пожалуйста. Хорошо. Да, я собираюсь показать тебе, чтобы ты сам прочитал та первая книга царств. Вот. Если ты прочитаешь здесь, теперь иди и сразись с амаликитянами. Ты должен полностью уничтожить их и всё, что им принадлежит. Никому не давай пощаду, убей всех мужчин, женщин и детей, и даже грудных младенцев. Убей всех коров и овец, и всех верблюдов и ослов. Вот, прочти. Это стихи в Библии, где сказано, что нужно убивать младенцев и детей и амаликитян. Кто такие амаликитяне? Это арабы. И я говорю, это последние пять лет или больше. То, что делают сионисты с нашими братьями и сёстрами в Палестине, они следуют Библии. Так ты осуждаешь их за убийство младенцев? Мы не должны осуждать младенцев. Нет, ты осуждаешь Бога за то, что Он сказал убивать младенцев и детей. Ну, это неправильно, да. Значит, Бог ошибался? Бог никогда не ошибается? Да, но Бог сказал это. Вот, прочти. Это то, что сказали люди. А, то есть ты не доверяешь Библии? Альхамдулиллах. Значит, ты становишься мусульманином, иншаллах. Хорошо. Брат, куда ты уходишь? Мне нужно уходить. Куда ты уходишь? Не уходи. Он только что вышел из своей религии. Но пусть Аллах наставит его. Редактор субтитров А.Семкиненско.